Welcome, welcome, welcome. Вот и обещанный CLG против команды TSM сейчас происходит. Это третья игра у нас на сегодня. Если кто в записи подумал, что CLG это вторая игра и не в той последовательности смотрит, то отправляйтесь на матч Cloud9 против GGS. Хотя там, ну, не буду спойлерить, но особо интересной игры не было. Односторонненько была весь матч. Даршан, Реновер, Хухи, Стиксей и Байя Фрост. Таков состав команды CLG. Они его не меняют уже довольно долгий промежуток времени, но кое-что они поменяли. Сначала давайте еще посмотрим на команду TSM. Хаузер, Грик, Бьерксен, Звен и Митя. Звен и Митя, импортированные европейцы, Грик закрепился в основе джанглерской. Майк Йонг почему-то оказался слабым лесником. Либо он с TSM перестал хорошо работать, либо что-то другое произошло. Вон тот вот парень с большими губами и кудряшками. Он теперь новый тренер команды CLG. Да, спросите вы, а где же тот блондинчик, статный такой мужчина в расцвете сил. 17 лет ему было. Не знаю, сколько ему лет было Зиксу. Куда же он делся? Зикса выгнала команда CLG. Менеджер пошел вот на такой ход. Посчитали, что не в игроках дело, а именно в Зиксе. И он перестал быть тренером команды CLG. Не таким тренером, знаете, как вот Кома перестал быть главным тренером. Он вообще больше не числится в команде. Но, насколько я знаю, он сегодня пришел на матч. И даже команде CLG в этот тренинг-рум пробился. То есть, скорее всего, он с ними там какие-то моменты обсудил. Но все же за свое детище он борется. Зикс, сколько я помню, вообще команда CLG был их тренером. Даже во времена Линка, по-моему, Зикс был тренером команды CLG, когда Линк, это вообще там 4 года назад. Но вот теперь его нет. И я уже много раз вам рассказывал, что именно так поступают нормальные коллективы, когда они чувствуют, что что-то идет не так с командой. Если это дело не в игроке, либо не может команда даже со сменой игроков чего-то добиться, наверное, вся проблема в тренере. А иногда тренер бывает с главной позиции, убирает Ассасонг. Как видите, с аналитиков, команда TSM вернулся в основу. Нам его сейчас показывают. Last Boy у нас основной, главный тренер команды TSM. Но вот Ассасонг вместе с ним здесь стоит. Напоминаю, что этот тренер команду СКТ в свое время тренировал. У Коннор Луджа Геймингов вот Голдман, так зовут этого парня. Ну, по-моему, это его фамилия и есть Голдман. Ну, и сейчас будем наблюдать. Минус Акали, минус Рейкан, минус Зои. Пока сегодня Акали во всех трех играх была забанена, так что у нас нет возможности даже увидеть ее в матче. Наиболее часто повторяемая фраза у тебя про Америку это выгнали. Но можно не выгнали сказать, можно сказать уволили. Просто по мне выгнали, это означает, что человек не по своей воле ушел. Когда увольняют, это все же немножко другая тема, потому что ты просто не справился с работой. А здесь ты не то, что не справился с работой. Это еще и людям не особо понравилось, потому что твоя работа только приносила зло команде. Ну, и команда CLG из команды, которая стартанула со статистикой 5.1, напоминаю, у них была статистика 5.1, и потом 8 подряд поражений уже. 8 подряд поражений у команды CLG. Срочно что-то нужно делать, и они, конечно же, попытаются это сделать здесь и сейчас. С новым тренером. Сразу в атаку. Кикнули, да, еще можно кикнули. Но это пинок под зад. Команда TSM же в свой черед, видите, идет со статистикой 6 побед, 8 поражений. На прошлой неделе они проиграли одну игру, вторую выиграли. На прошлой неделе одну проиграли, одну выиграли. На паз за прошлой одну проиграли, одну выиграли. В общем-то, весь сезон у них идет 1-1, кроме одной недели, где они сыграли 0-2. И из-за этого они сейчас находятся вне плей-оффа. Если команда TSM сегодня проигрывает команде CLG, вот что интересно, у нас автоматически в чемпионате Америки появляются 2 плей-офф-команды. Смотрите внимательно. 6 очков у команды TSM, осталось у нас всего 4 игры, включая эту, имеется в виду. Если CLG сегодня одерживает победу над командой TSM, то TSM никак не смогут выгнать вот эти 2 команды с плей-оффа. И автоматически у нас и команда Team Liquid, и команда 100 проходит в плей-офф. Так что будем болеть за команду CLG, чтобы устроить здесь борьбу на нижних позициях, нежели на то, чтобы те сами попытались выбить вот эти 2 команды. Их вряд ли все равно у них получится выбить, просто чуть позже это произойдет. Тристана появилась. Одна из сигнатурочек Стиксе. Стиксе считается вообще Эз игроком, но при этом он обожает играть Кейтлин и Тристану. Тристану мы почти не видели на этом чемпионате. Кстати, если Кейтлин пару раз даже кто-то играл, по-моему, Стиксе ее так и не сыграл, то вот Тристану мы видели от дабллифта, по-моему, один раз. И все. Стиксе еще Калисту у нас отыгрывал в одном из матчей. Кстати, тот матч команда CLG выиграла, если я правильно помню. Так что каждый раз, когда Стиксе берет что-то такое уникальное, отличающееся от Эза, команда выигрывает. Самое смешное, что действительно его Эз очень низкий винрейт, но при этом он наносит более 40% урона своей команды. То есть он всегда на Эзе великолепен. Но команда все равно встречу проигрывает. ТСМ-овцы берут у нас Варуса сразу же против Кендредки, которую увидели. К этому Варусу добавляют Браума как защитника и получают лицо Алистара. Я рассказывал уже, что Алистар такой себе чемпион против Браума, но здесь, видимо, какой-то другой план выстраивается. То есть команда CLG, они хотят спасать именно Кендредку, чтобы она успевала дать ульту и отсиживалась внутри. То есть Алистар будет просто выбрасывать те, кто будет пытаться добраться до Кендредки, до ее ульты. Просто выкинул игрока и вне ульты Кендредки убиваем его. Забирается еще у нас Талия на мид, судя по всему, от Хухи против Синдры от Бьерксона и Чагат на топ-лейн. Добротный пик такой у CLG-шников, два танка-инициатора, ютилити-мид-лейнер и два декерри для Лейта. ТСМ-ов я бы не брал Мунда. Во-первых, он бессмыслен против Чагата. Мы это уже видели с вами. Нет никакого преимущества у этого чемпиона над ним. А во-вторых, вам нужно справиться с двумя декерри. Мунда явно не лучший вариант против борьбы с ним. Вот. Вот это вот правильное действие. Во-первых, Хаузера дикосильный Гнар. Мы это знаем с вами, его на чемпионате мира даже признали лучшим Гнаром чемпионата мира прошлогодним. Помимо этого, вторым пунктом можно отметить, что он может спритушить Чагата до упора. Почему в последнее время на бут-лейн все же пикается декерри, а не всякая хрень, которая сейчас в Солоку? Я думаю, это связано с тем, что игроки научились не умирать от этого. Понимаете, у каждого какого-то момента, который становится ОП в одной ситуации, есть лимит исчерпывания. И вот лимит был преодолен. То есть сейчас берут Свейна на бот-лейн, вы видели сегодня, допустим, таких чемпионов. И этот Свейн, он будет как бы чуть-чуть побеждать, но это чуть-чуть будет в 1-2 тика. То есть для многих отекерри эта проблема стала то, что они не знали, как играть против этого. Как играть против Свейна на боте, как играть против Хеймера, что это за ясово здесь? Как отстоять эту линию? Ведь обычно ты стоишь против другого скейшоу в ОДКерри, вы автоатаками размениваетесь, и саппорты там решают, кто же из вас король этой линии. А сейчас надо было снова включать мозг и придумывать, как играть. Ну и те, кто умели играть, помните рулера, его слова. Те, кто умеют играть на ОДКерри, им плевать, кто там стоит против них, они все равно выиграют эту линию. Так сказал рулер. А те, кто не умели играть на ОДКерри раньше, они и сейчас, конечно, не умеют играть на ОДКерри. А теперь еще и фидят, потому что там броузеры, которые их могут убить. Вот в этом и проблема была. Ну что ж, давайте смотреть. Тристана Кендретко против Варус Грагас. Хорош такой early game у команды TSM, мне очень нравится. Midgame мне их очень нравится. А вот late я бы под вопросом поставил. Этот вопрос идет именно к Хаузеру, адресован. Если Хаузер способен спритпушить Загнара, способен не давать Даршану халдить линии, то у TSM можно даже сказать преимущество в late. Но если он не способен этого сделать, а будет лезть в тимфайты 5 на 5, то там без шансов в ЦЛГ их просто разгромят команды TSM. Сколько в Лиге Легенд Чемпионов? 141 на данный момент. И объявлено Риотом еще два Чемпиона. Правда, один объявлен, что совсем скоро они дадут о нем хоть какие-то данные. Сейчас пока просто сказали, что это будет красочный маг. Colorful Mage, они сказали. И я думаю, раз они употребляли именно слово Colorful, в русской версии перевели как яркий маг. Но я думаю, здесь что-то с цветом будет связано, ребят. Скорее всего, у него будет каждая магия своего цвета. И я не знаю, как это будет связано. Но они сказали, что это будет Colorful Mag. Ну просто, Мэйдж, никто так не говорит. Зачем употреблять слово красочный маг? Ну если на русский дословно переводить, а не по смыслу. По смыслу вот перевезли яркий маг. Ну и что такое яркий маг? Типа яркий чемпион светится? Я вот думаю, какой-нибудь маг чернил будет что-нибудь. Может он будет у нас Пикассо, там знаете, он будет красками кидаться. Может посмотрим, что это будет. Но Риуты в одной статье своей писали несколько раз, что это будет красочный именно маг. Что-то, видимо, связанное с красками. Colorful. А что касается второго чемпиона, они вообще не объявили никто, никуда. Они просто сказали, что начали разработку уже сразу второго чемпиона. Первый чемпион уже разработан, и скоро они о нем объявят. А про второго чемпиона они пока только начали разработку, не знают, что это будет. Но к концу года, я так понимаю, мы двух плюс еще чемпионов получим. Это маг задних проходов будет? А, ты про ЛГБТ цвета? Надеюсь, что нет, ребят. Вот, серьезно. То есть, даже если это будет отсылка какая-нибудь там гей-пропаганда или... Ну, не пропаганда, а просто будет там чемпион, допустим, нетрадиционной сексуальной ориентации или девушка нетрадиционной сексуальной ориентации, то хотя бы, надеюсь, это не будет в цвете выражаться. Потому что, ну, Варус, как бы мы знаем с вами, что он такой, но при этом в игре нигде же не написано, что он... Вы понимаете, да, чем я? В игре-то этого нет. Ну, Варус и Варус что-то стреляет, что-то там чемпион. А ведь если лор его почитать, что-то страшно становится. Почему люди за него играют? Себя не уважают. Уважают, любят, любят себя, ребят, очень сильно. Ну что ж, чемпионы, все герои или те, кто выигрывал, о чем там идет речь? Я уже выкладывал статистику недавно, ребят, надо будет, наверное, это все в одно большое видео положить эту информацию. У нас здесь Хухи делает размян между Бьерксоном, получает четочка, Берсон дальше ведет за ним погоню, дает кушку, не достает до Хухи, и в этот момент Рейновера загоняет в лес Грих. Вот она, та игра, про которую я говорил, где Грагас имеет преимущество над Кендредкой. Почему-то в предыдущей встрече не было этого. Грагас вообще не гонялся за Кендредкой, не выгонял ее из ее же собственного леса. Правда, здесь Грагас неудачно фармился, и у него в итоге... Его кемпы все еще стоят, вы видите, и Кендредка по темпу его обгоняет. У Кендредка сейчас будет 28 фарма, и... Ну, там чуть меньше, потому что у нее Грих забрал там один кемп, то есть там 26-27 будет. И пойдет она на рекол, а у него еще синий лес стоит. Маг, который кидается мемами из ВК. Что? Тем временем Хухи страдает от Бергсона, просто очень сильно страдает. Кто не знает, Бергсон играет на своей сигнатурочке. Синдр – это один из любимейших его чемпионов. Сам Бергсон всегда отмечал в своих интервью, что Синдр ему просто нравится, но он не считает ее лучшим своим чемпионом, хотя статистика гласит об обратном. Это лучший его чемпион по винрейту. Ну да, очень странно, Грик по темпу сыграл. Тут Скори нам подсказывает, что он сначала зафармил красный, потом пошел забрать големов. После големов пошел на рапторов, а после рапторов пошел на рапторов оппонента. То есть, какой-то такой странный маршрут, потеря темпа, но при этом все равно успел у Реновера обворовать один кемп. Правда, Реновер с Бека уже приходит и идет на тех големов, как раз которых Крагас тогда забрал заранее. Они сейчас другого уровня, ставит в Ордецкий у нас Реновер и сам идет на ту плей. Грик подходит сюда по таймеру. Видимо, у него был рассчитан, вот весь этот маршрут был по таймеру рассчитан так, чтобы он смог сюда прийти, прямо когда големы появятся. Понимаете? То есть, он забрал себе 28 фарма там и вот сейчас забирает себе големчиков. Интересный такой ход. С четким таймером появления всех крипов. Реновер по варду уже пробежался и по факту, я не знаю, что он будет делать. Он впрыгнет, что ли, туда или ловушку пытается Грик устроить. Грик уже пятый левел, Реновер время теряет, он не знает, что делать. Вард поставил Грик и Реновер здесь продолжает бегать. Что происходит? Это реально какие-то танцы. А Реновер ставит пинг у нас Грик и боится, что сюда талия придет, потому что Синдер не успевает его прикрыть. И Грик в итоге, испугавшись всего этого, пошел стоять у Кнара на топе. Что это такое? И Реновер выигрывает Кемп. Да, слабенько играет, конечно, ТСМ. С ЛГ, ну не знаю, своими дурацкими ротациями их победили. Цветной маг. Цветной маг, который будет распродаться. Блин, это надо зачитать, но надо зачитать так, чтобы нельзя было меня там зарепортить за расизм. У нас здесь минус Реновер, прошу прощения. В этот момент пытается хухи добиться же Бергсона. У него это получается. Ну что, размен килл в килл плюс команде, по-моему, ТСМ. Да, они сделали ФБ, все верно. Реновер, они первыми убили. Реновера здесь поймали. Ой, Реновера. Бергсон здесь поймали. Он позвал на помощь Григо и сам флешнулся в стенку. Если бы он флешнулся не в стенку, он бы остался в живых. Я вообще не понимаю, куда он шел и что он там хотел добиться. Если он хотел поставить вард в эту точку, дал ульту, сейчас добьет Реновера и... Что это за два флеша были? Я сейчас увидел, какой Реновер еще флеш сделал. Там парень в чатике написал, цветной маг, он будет как панда в Варкрафте. На ульте распадаться на афроамериканца, азиата и европейца. Да, давайте так скажу, на три разных цвета. О, ЛЦЛ комментит. Вы видели этот флеш Реновера? Он вообще на ровном месте что-то флешнулся просто так. От чего он пытался увернуться? А Бергсон вообще хотел вроде в кусты прыгнуть, но он и так рядом с кустами стоял, и поэтому получилось, что он просто флешнулся в стену. Ужас. И пауза у нас произошла. Там вроде воду пролил, насколько я понял, кто-то из игроков ЦЛГ. Так с высоты птичьего полета нам показала камера, там сейчас уборкой занимаются. На три разных цвета. Ну, если три разных цвета, сдайте, можно... Белое, красное и... А какое еще вино бывает, подождите. Вина больше другого не бывает. И сидр. Белое, красное и сидр. Нет, подождите. Это не вода была, это паук пробежал там. Это пробежал паук, мистер спайдермен. Там появился второй техник, который пробежал со спреем, а с дихлофосом пропшикал всю команду ЦЛГ, и скоро мы увидим, ребята, ногами кверху всю команду ЦЛГ. Там паук пробежал, и я не знаю, но все же Калифорния там вообще-то есть, ядовитые пауки, они водятся. У них другой, потому что почти уже субтропики. Довольно низко они находятся рядом с экватором, и они паука пытались найти. Английские комментаторы начали с этого стебаться. Потом, я так понял, как раз-таки с Тиксея напал паук, он его скинул с себя, и его один из этих судей, толстячок, вот этот здоровый мужичок, он спокойно, как богатырь, справился с пауком, раздавил его. Ну, а потом прибежал парень с дихлофосом и отравил всю команду ЦЛГ. Так что если они проиграют, то что поделать. Бывает и такое. Не трожьте Елизу, да. Но она королева пауков, а там был всего лишь один из ее спайдерлингов. Одного из детенышей Елизы убили. Тем временем у нас ничего толком не произошло в игре. 7,5 минут от игры 1-1 счет, и пока никто не продвигается вперед. Лейт, я считаю, вы уже слышали, за командой ЦЛГ, если тимфайты, где-то 55-60 отдам за ними, а если без тимфайтов мы будем рассматривать а спритпушащего Хаузера, то тут уже за ТСМ-ами. 55 я отдам, потому что спритпуш некому останавливать. Реально, Гнара не убить. Телепорт есть и Стиксея, правда, но я не уверен, что настолько хорошо Тристана будет обладать высоким уроном. Вот это интересный ход. У нас Стиксей флангующий телепорт делает по Хаузеру, выходит из-под вышки, прыгает туда, дает автоатаку. Что это такое? Почему? Мы только что наблюдали команду Cloud9. До этого мы наблюдали красивую игру, соточки против команды Echo Fox. Что мы сейчас наблюдаем? Что это было только что? Ну, ладно, они вышку сломают, скорее всего. Я думал, Стиксей не шестой, а он... То есть, я думал, Стиксей шестой, а он не шестой прилетел. Это, видимо, план был, что мы проигрываем все равно ботлайн вышку быстрее. Давайте сломаем вышку на топе. Правда, свап сделала команда CLG, из-за этого они потеряли фарм для своего Адекерри. Вы видите, у Адекерри 87 фарма на 70. Он как раз 15 крипов только что потерял под вышкой. Чагат их заберет, конечно, в конечном итоге. А нет, он не заберет. Звен заданал вообще идеально. Посмотрите, как он классно заданал крипов. Оставил три крипа просто для человека. Для Чагата. Бронзовые домашние заготовки. Нет, ну, наверное, в тренировках это срабатывало. А сейчас что-то какой-то мусор получился. Под вопросом вообще. Обычно, знаете, вот такие телепорты. Там саппорт жмет, и сзади заходит, там Кенч какой-нибудь с проглотом или Алистар. Что происходит там? Помогите синий забрать Бьеркса. Он справился. За целую минуту он справился с ним. Who will win? Так, who will win? Кто выиграет? Спаймим либо CLG, либо TSM. Тем временем, CLG получили преимущество для Чагата по фарму, но не по предметам. Там никто не заработал их. Аутстикс Эй. Минус 20 крипов идет, но при этом он заработал ФБ-вышку, которую, правда, он поделился с Чагатом, поэтому там нечистые деньги к нему ушли. Вильям Тандрей Клауд Найн написал. Не Клауд Найн, но уже сегодня отыграли свою встречу. Можешь посмотреть ее на Ютубе. Правда, пока еще не залил, она сейчас заливается как раз-таки. Спаймим, кто выиграет. К сожалению, это распространяется только на тот чатик, который Riot Games, а вот на наш чатик это не распространяется. Спокойной ночи. Кто-то спать уже уходит. Да, у нас, кстати, получается завтра... Извините, тут небольшая заминка в игре. Ну, как заминка? Заминки нет в игре. Я просто хочу убедиться по расписанию. Завтра же у нас Корея играет, правильно? Просто надо бы вроде спать, лечь пораньше. Короче, ЛЦК. Да, 12 числа в 11.00. Это сегодня. Это через 9 часов, а мы еще не спавшие, как говорится, и не евшие. Я просто предлагаю нам, может быть, пропустить две последние игры. Ну, или последнюю игру пропустить. Там оптики... Не, оптики с тем ликвидами играют. Это четвертая игра. Пропустить игры, пойти отдыхать, потому что завтра плей-офф Кореи. Это, ну, по... Даже... Расписание намного круче, получается. Не расписание, как это сказать? По ажиотажу. По ажиотажу. Эта встреча намного круче, чем то, что мы сейчас смотрим. Если бы мы Европу не комментировали сегодня, я бы мог до конца документировать Америку и даже спать не ложиться. Но так как я просыпался на Европу, отдохнувший был к Европе, я за Корею, она интереснее Корею надо. Да, надо бы, конечно. Там плей-офф матчи уже покомментировать. У нас здесь скил, кстати, делают по Григу. Григорь отфлашивается, и Даршан... Почему он ульту-то не дал? Короче, почему-то он ее не дал. В этот момент у нас попытка ворваться в Звена с Митти. Митти дает шикарную ульту для Дисенгейджа и останавливает весь врыв команды СЛГ. И Геральтка восстанавливается. Назад там, правда, за Реновером гоняется. Она говорит, ты чего меня тут бил? Ну-ка, иди сюда, сейчас разберусь. Ну, что-то так по ощущениям, ребят, команда ТСМ проиграет эту встречу, потому что лейт у них слабее. Я пока не вижу, чтобы Ганар занимался сплит-пушем. Реновер, кстати, стак заработал. Это его первый стак в игре. Что? Как он умудрился за 12 минут только первый стак сейчас сделать? Вот тебе и контрганг. Блабер к этому моменту был с пятью стаками уже. Блабер, правда, и киллы делал для своей команды. Стиксей тут стреляет по Митти, пока ничего. Стиксей будет играть у нас стандартный билд Тодо Керри через криты и Шторм Рейзер. Там Синдра подсказывает мне, во время флеша Чигата похилила его. А, и Даршан увидел, тогда он хорошо сыграл. Я подумал, что он как раз тупанул и Эрни нажал, а здесь именно Синдра его полечила, он увидел, что он ультой своей не добивает Гнара, и решил... Ой, не Гнара, Грагаса. И решил тогда нанести еще урон по нему. Да, лучший бот-лайн прошлого года в Европе сейчас находится в Америке в не самой сильной команде, да и не особо так сильно отыгрывает. Звен плюс Митти проданы были, я думаю, за большие денежки в эту команду. Бронзовые заготовочки для одного стака на Кенрэдке. Ну, тут, кстати, снова начинает делать Геральтку. Команда теперь уже ТСМ, ЦЛГ всегда подходит, собирается закидывать их своими заклинаниями. Кушечки летят, стана летят, реновер от всего этого дела уворачивается. Гнар пока только начинает слоу-пушинг, как говорят английские комментаторы. Уже осталось 2000 выкидывать реновера. Глаз выбивает Грик. Даже не пришлось нажимать смайт. А кто будет стак забирать у команды ТСМ? А стак мы забирать не будем. То есть мы сражались ради ста золота. Или Грик? Грик хочет. Грик на шишку встал. Ой-ой-ой, его там ждут, ребят. Он идет. Байфрост занимает ловушку. Пошла бочка на проверку. И Байфрост выпрыгивает туда. Грик, ой, как хочет. Бочку кидает. Проверяет здесь Байфрост. Минуту. Минуту еще здесь. Надо держать оборону вокруг Геральтки. Не давать душу эту. Забрать этому жирному существу. И она усопла. Что это такое? Что это такое, что было? Там говорят, смуте будет в аналитиках в следующем матче. Когда будет матч Тимликетов показывать. Но Рив, там настолько скучно стала эта игра, что они такие, давайте сразу болтавню запустим аналитическую. Потому что все равно ничего тут не происходит. И снизу появился у нас Джет на экране. И он все рассказал нам. Ой, не Джет этот. Дальше. Но Джет там тоже сидел. Там уже параллельно что-то интереснее показывает. Нет, ну очень слабая какая-то игра. Серьезно, вот мы сегодня смотрели. По-моему, самые слабые команды за сегодняшний день. Европа сегодня весело играла. По крайней мере, весело вы видели. Там тоже были слабые матчи от команд. Но они весело играли. Сегодня Америка сыграли две добротных, красивых таких игры. Хоть это были односторонки. Но это все равно добротные матчи были. А здесь что творится? Ни одна, ни вторая команда. Такое впечатление. Я особо понимает, что происходит. Ну, хотя бы ЦЛГ знает, что у них лейтгейм. Я надеюсь, что они это знают. Киосес купил Реновер, чтобы в стан Бьерксона не попадать и не шотаться. Я ставлю ему большой плюс. В прошлой неделе он сделал какие-то выводы. Кто не помнит, на прошлой неделе команда ЦЛГ играла похожий сетап. Только тогда они, по-моему, в Скайс играли. Это с Тиксэя. И Кендредка была от Реновера. И он против Синдры, по-моему, они против Эхофаксов играли. Против Дамонта он был на Синдре. Он собрал этот Клинс, ой, Клинс, блин, оговорился, Хекс Дринкер. И я, когда это смотрел, я говорил, что какой к черту Хекс Дринкер? Как он тебя спасет от СЦэффекта? То есть он реально собирался блокировать весь урон от Синдры при помощи Хекс Дринкера. Ну и, ясное дело, постоянно умирал, не успевал даже нажать ульту. И вот Реновер сделал работу над ошибками, видимо. Ему тренер сказал, как бы, друг, по цене то же самое. Киосес Хекс Дринкер. Поверь, Киосес лучше. Ну и вот он поверил тренеру. И теперь играет с правильной руной и предметами. Самогонь, когда явно фэлит, а комментатор с покерфейсом хайпит. Ну, скажу честно, европейские, американские комментаторы очень часто... Ну, они не хейтят, они именно подкалывают. Вот так вот это можно называть. Ну, я тоже пытаюсь подкалывать хейчу только тогда, когда... Ну, совсем я не понимаю, почему так тупо играет какая-то команда. Вот тогда иногда у меня бывает хейт проскакивает, но это просто ради красного словца. Для вас, так сказать. Если бы, так сказать, для меня это репутация какая-то значила, то я бы так не говорил, конечно же. Но это вы видели. Просто те, кто смотрели официальные мои трансляции для кого-то, ну, когда мы там матчи каких-то команд, там девчонки, турнир, который проводили, мы комментировали с вами. Потом там каких-то ноунеймеров тоже был турнир, мы комментировали. Там никакого хейта не было. Да, где-то подсказки говорил, да, где-то говорит, что не совсем правильно играет, но где-то поприкалываться можно было, но хейта не было. По крайней мере, все оставались довольными. Так вот, к чему я это веду. Потому что американцы как раз очень часто это говорят, что здесь явные ошибки, ну, что поделать. Все мы не идеальны. У нас Хаузер немножко в беде с Тиксейдой, начинает его расстреливать, дает по нему ульту. В этот момент Байфрос зачем-то флэшит. А зачем они флэшнулись? Неужели Хаузер, он думал, что он убежит куда-то от Алистара? Ну, ладно. Минус вышка на Туплэйне тем временем делает с командой ТСМ. Вышку на миде продавить, конечно же, Хухи не способен. Но вообще Хухи, стоит отметить, он очень хорошо нафармился. Бьерксона пытается поймать. Вот минус флэш. Но тут Даршан включает режим паровозика, но паровозика остановили, хотя Даршан говорит, не тут-то меня остановили. Автоатаку надо дать, там в невидимость ушел Бьерксона, Бьерксона дает по нему ульту, и Даршан уже потерял настроение в погоне за Бьерксоном. И отходит в сторону. Не, ну действительно, я не понимаю, зачем Бьерксона сделал там флэш. Просто они поймали Хаузера, окружили. Как бы Хаузер не пытался убежать, спокойно Алистар дает по нему комбинацию W-Q. Если только он боялся, что каким-то образом Хаузер сможет перефлэшиться этот момент. Может быть, этого он боялся, что он действительно даст по нему W, а тот в этот же момент нажмет флэш, и тогда лучше сделать флэш W по нему сначала, потом дать кушку. Ну, наверное, да, есть такое. Может, боялся, что Стиксей убьет Гнар. Ну, может быть, еще вот этот момент. Чигат Экспресс. Чигат Локомотив. Он с Райтлз Глори просто побежал первым предметом. Собрал себе ускорялочку командную. Ну, а мы, ребята, наверное, и вправду. Две последние игры сегодня Америки. Не будем комментировать. Если там будет что-то, Массей, я обязательно вам какой-нибудь дайджест сделаю по этим играм перед завтрашним днем. А вообще, идея просто проснуться на Корею в 11 утра и откомментировать Корею, там Best of 3 будет. Это важно. Это реально важно. Почему у тебя такая страница Ласт Игр Красная? Спроси у моих тиммейтов, которые берут люксу саппортом и наносят урона меньше, чем вся команда, не расставляя ни одного варда. Спроси там у Туплейнера какого-нибудь, который 0.9 отыгрывает. Спроси у Талона, который роумит на Туплейн, чтобы гангать Сиреник Тона. И я был джанглером, мы гнобим Бутлейн, у нас Дрейвен на Бутлейне, мы гнобим этот Бутлейн. А у меня в этот момент Талон Смеда делает роумы постоянно на Туплейн. Это никто на гангать собирается. Вот такой вот был матч. И это учитывая, что на миде он стоит с Ари, которую он убил один на один, и мог еще ее убивать несколько раз. Вот таких вот много матчей бывает. Ты ничего там поделать не можешь. Я не знаю, каким надо быть богом по Лиге Легенд, чтобы выиграть такую встречу. Смотришь вот чемпионатные какие-нибудь... Ну, чемпионатные это другое. Смотришь по братски гангл. Да, это я вчера, конечно, горел и рассказывал про то, что это, скорее всего, два педобрата. И за какую перверсию один гангл другого, я решил не рассказывать. Я хотел сказать другое, то, что я смотрю вот иногда стримеров, и я вижу, что они не выигрывают игры свои. Знаешь, кто им выигрывает? Команда выигрывает игры. Серьезно, я могу вот взять любую игру супер-игрока, которого все уважают, и ты понимаешь, что... Да он ни хрена не делает. Он в 50 раз меч от тебя делает, ему матч выигрывает большинство команд. То есть сама команда просто у него намного лучше, чем оппоненты, и не знаю, надо быть каким бездарем, чтобы проиграть в такой встрече. Ты про Кьюти Пай? Да, не только Кьюти Пай. У многих это... Кадакерри, конечно, в меньшей степени относятся, потому что у Адакерри всегда такая игра. То есть будем, ну, не субъективно, а будем объективно. И возьмем тоже лесника тогда, того же самого. Какого-нибудь лесника можете взять, и там сру сегменты, или тоже европейцы, или американцы. Смотришь, он матч Янкоза. Янкоз там за матч 25 раз нафидонит, бегает с улыбкой, там рассказывает про то, как он кур въебал. Ну, он так иногда говорит. А толку от этого, как бы ноль именно в игровом процессе, а матч выигран. Отлично. Прикольно. Или, как я там стебался, помните, один матч был у меня, я говорил, будем по корейской мете играть за Казикса. И я, ну, реально был зол на это, потому что выложили ролик, как кто-то из корейских джанглеров, по-моему, Бэнк, то ли Бэнги, то ли Бэнк, сыграл на Казиксе. И знаете, как он сыграл? Он выиграл матч, у него там статистика была 8-0-7, то есть, ну, реально крутая статистика. Только пока он фармил себе синий-красный баф, то есть, он стартанул красный. Ладно, давайте сейчас посмотрим на этот тимфайт, а потом поговорим, что будет дальше. У нас здесь врывчик идет от талии ульты, но ничего не удачно. Грих делает контр-инициацию, и кто-то не успевает нажать кнопочку Риу. Реновер умирает на ровном месте, прибегает только сейчас сюда Чигат. Ну и Хаузер прибегает только сейчас сюда, команда ТСМ выигрывает этот тимфайт. К Реноверу у меня вопросы. А он сейчас тренер говорит. Вот видишь, тренер, Хигс Дринкер бы меня спас. Да, ребят, у тебя есть QSYS, у тебя есть ульта, и ты ничего не жмешь, а просто умираешь. Пытается он здесь в Тексайд стрельнуть хоть какого-нибудь игрока из команды ТСМ, конечно, у него не получается 1 в 5 воевать. Да. Как насчет Найт Блоу? Многие катки тащат. Нет, я понимаю, что есть игроки, которые тоже тащат катки. Не к этому идет речь. Я хотел просто рассказать вот этот вот один момент. Те, кто вот были на той трансляции, слышали мое злорадство. Я тогда 3 или 4 игры подряд играл на Казиксе по корейской системе. Во, вот это ход. И не знает об этом команда ТСМ. Понятия не имеет. Байфрот сейчас еще выкинет отсюда Митю. Митя видит, по-моему, что там происходит. Начинает догадываться об этом ТСМ, смещается. И на Шор отменен. Блин, а я думал, будет все хорошо. Ну так вот, я вернусь. Корейская тема была какова? Парень, мышки смотрите, куда показывают. Забирает красный баф. Ему пулит ботлайн. Нормально пулит. Забирает красный баф. После этого идет делать рапторов. В этот момент даблкил на боте делает его ботлайн. Забирает рапторов. Начинает делать волков. В этот момент его туплейнер делает килл в соло на линии. 3-0 уже счет. Забирает волков. Забирает синий баф. Получает третий левел. Выходит на краба. В этот момент его мидер получает ганг от их джанглера. И тот джанглер умирает во время этого ганга 4-0 счет Знаете, я могу Конечно ошибиться, но мне кажется Я выиграю каждую игру на Казиксе Если у меня будет такой старт в матче Пока я делаю себе только третий левел Моя команда уже делает счет 4-0 При этом снимает все самунирспелы с оппонентов Значит там выиграть не так сложно становится Корейская система Но вы если делать будете точно так же Как тот кореец, я уверен, вы тоже будете побежать Прошу прощения, что немножко Соло-кушные уже такие истории прошли В районе, знаете, вот я такую рыбу поймал Вот такого карася поймал Яс! Яс! Команда ТСМ в этот момент Реновера убила еще раз Правда в этот раз Реновер успел нажать свою ульту Но это ему не особо помогло Потому что других игроков команды ЦЛГ не было рядом И ЦЛГшники выкинули весь контроль игры в этом матче А ведь было у них преимущество почти 1000 золота Они продолжали держать в напряжении команду ТСМ И вдруг что-то пошло не так Посмотри, Фейкер, там одна из десяти только будет нормальных игр от Фейкера Ну, кстати, да, Фейкера я тоже пару стримов смотрел Что-то совсем не очень Вот Реновер спасает ульту Даршана Выбегает вперед Его просто с прокаста шотают И потом Бьергсон делает флеш ульту По стиксея добивает его И догоняет Реновера своим Вот, смотрите, хоп И сейчас шикарный будет еще один шарик-бросок С останчиком Просто красиво сыграно было Бьергсоном У них пинг ноль На чемпионатах обычно нулевой Ну, единичка он считается Нулевого пинга быть не может Единичка там будет Поэтому большинство команд профессиональные Уезжают в Корею либо в Китай Для тренировок Для того, чтобы Если в Китай, то едут прямо в столицу Чтобы иметь пинг Пинг тренировочный именно тот, который нужен Ну, чаще всего едут в Корею Потому что в любом городе Кореи В любом интернет-клубе Кореи В любом буткемпе Кореи Пинг будет до сервера Пятерочка-десяточка А это примерно тот самый пинг На котором вы будете играть Весь чемпионат мира Чемпионат Европы Рифтриевлс и так далее Понимаете, да? А пинг этот отличается То есть вот именно на этом Суперпро уровне Это сильно влияет Для нас, я думаю, что мы сядем на пинг 5 Что мы сядем на пинг 50 Разницы не почувствуем Но для вот большинства Вот этих вот игроков Которые сейчас играют друг против друга Тренировка на пинг пятерки Зарешает гораздо больше Чем тренировка там против СНГ команд Это я тролли того парня Который говорил, что Европейцы отказываются играть С топ-четырьмя снизу командами Европы Зато не боятся И точнее не боятся А наоборот хотят играть с СНГ командами Тренировочные матчи Вот я думаю Просто игра Даже на сервере Корейском И то больше даст Пользуем от этого Как они после такого пинга В Солоко играют? Ну как могут Так играют Ну очень много Американских Про геймеров Именно про геймеров Не стримеров Жалуются на то Что пинг Очень плохой Потому что Кто не знает Большинство игроков Про геймеров Да какое большинство? Все про геймеры игроки Находятся в буткемпе Который находится на территории Калифорнии Кто-то прям в Лос-Анджелесе Кто-то в пригороде Лос-Анджелеса Там на автобусе просто добираются до студии Потому что студия находится в Лос-Анджелесе А знаете где сервак находится? Сервак находится в Нью-Йорке Извините, ошибся Сервак находится в Чикаго Посмотрите карту пожалуйста Где находится Нью-Йорк Где находится Чикаго И где находится Калифорния С Лос-Анджелесом И в этом прикол весь Потому что Они поднимали бойкот Даже говорили Что мы не будем играть Либо студию переносить Либо блин Дайте нам нормальный пинг Мы не можем играть Потому что У нас тренировки проводятся На ужасном пинге И как мы можем уровень игры Сделать когда у нас дома Интернет на буткемпе 70-110 Пинг до сервера американского А связано это было с тем Что как раз Сервера всего один И Американский Вот это вот Комитет Райт Геймсов Они сказали Окей Мы вам поможем И перенесли с Нью-Йорка Серьезно ребят Это они Как решение проблем сделали Ладно вы действительно правы Пинг очень плохой Мы решаем перевести Наш сервак Перевезли сервак Из Нью-Йорка В Чикаго И ты просто Что? Посмотрите на карту Вы просто охренеете Они с Нью-Йорка В Чикаго перевезли То есть они на На 50 километров ближе Подставили И пинг теперь у них Наверное не 70-80 А 65-70 Вау Потрясающе Ну большинство игроков Такая осталась Те же самые 70 Тем временем У нас 2-6 Три влажных дракона У команды ТСМ Они ничего не дают В лайтгейме Так что Есть шанс Все еще ЦЛГ выиграть Лайтгейм Конечно же Тимфайт Но мне очень Не нравится Как отыгрывать Реновер на Кенрэдке Он пока Ни разу Не выжил Ни разу Ничего не Прострелял Ну а что касается Вот пинга Нашего европейского Большинство команд Находятся в самой Германии На буткемпе Ну а некоторые Конечно тоже В прибрежности Германии Например Одна команда По-моему Это команда Как раз таки G2 Они обитают То ли в Хорватии То ли в Словакии Где-то там Неподалеку тоже И пинг у них До сервера Там Ниже 30 То есть Не так страшно Тренироваться можно Играть туда тоже можно Не ну Три стака для Элдерда Это да Скайри Че ты не спишь еще Спать пора уже Скайри Весь день здесь сидишь Даршана здесь Ловит Подкидывание по нему Дают Но это все же Танк Ой Какая шикарная подкидывание Где Ясу Спрашивается у нас Реновер подходит Слишком поздно Хочет посражаться Но пока он Хотел посражаться Команда уже Матч свой проиграла Корова сейчас Такая спрашивает Блин Я вроде инициацию Сделал по 4 игрокам Команды ТСМ А чем воевать А где урон наш А урона нет Потому что Тристана все еще Без предметов Потому что Талия Пошла в банши Ну Скоро Тристана Доберется до предмета Там 4-й 5-й Когда будет появляться Сейчас пока Только 3 Дали бы мне 5 пинка Я бы был проигрок Может быть Я сегодня только что Расстался с игроком По вину Который у меня Дома Отстает Пинг Сервера Ты чего Что у нас там За наркомания В чате Ну что Воскресло уже Алистар у нас Правда у него Настроение Я думаю Делать врывы 1 в 3 Больше нету Там был 1 в 4 Если правильно Пойти Синдром Кстати не задел Может если бы он Синдром задел Своей инициацией Как-то можно было бы По-другому тогда Разобраться Так он Получается Подкинул Браума Хаузера Гнари Грагаса И при этом Еще Звена Врыв идет Чагата Чагата Очень хороший Проказ дает Но выфлешивается Чтобы его не отрезали Опять не хватает Игроков в команде ЦЛГ Они вечно как-то С минус игроком Оказываются В этот раз У нас с Тиксейния Была рядом Даршан У нас с Вармогом Так что у нее Регенерация сейчас Восстановится И все Пытается Пукать у нас Вару Своим Беспукиным Билдом Урона конечно Очень мало Нанес Но команда ЦЛГ О хорошие Такие уже Автотачки пошли Появился Хекс Дринкер Из Тиксей Чтобы не шотаться От Синдры И он только что Дал автоатаку Вы видели По Григу Который в общем-то Фуллтанг И с этой автоатаке Минус 200 здоровья Дал Это при этом Как бы не настаканная Автоатака Совершенно Крита вроде Даже там не было Хотя Может я ошибаюсь Крита был тогда Ну да 255 Это с Критом Вот сейчас был Крит 255 С Критом Учитывая Что там всего 2000 здоровья У Грига По сути Всего 8 автоатак И это без заклинаний И он Отлитит Это с Тиксей На Шора Стоптанула команда ТСМ Прыгает Реновер В медь На Шора Уже забрали Даршан рядом Да Не спевает Он ничего Сделает Дает Сайленс Промахивается Подкидывание Дает По мете Перекидывание Дает Хохи И команда ТСМ Забирает Еще одного На Шора Стоптанула Побаивается Забрать Вышку Но мы С вами Видим Что можно Было Вышку Эту Брать Также Мы Видим Что Можно И Дракона Брать Блин Целка Конечно Не доигрывает По страшному Хохи Там Дракон Еще Не Появился Что Ты Делаешь Наркоман Хохи Все Нажимает Кушка Попадает Реновер Прыгает Туда Вместе С Стоптанула Они На самом Деле Да Тут Английский Комментатор Тоже Говорят Что Матч Еще Долгий Может Быть И Тут У нас Маунт Андрейк Появился У Команды Целка У них Два Даже Маунт Андрейк Я Не Обратил Внимание У них Был До Этого Тоже Еще Один Вначале Игра Они Взяли Два Пиджака Против Трех Оушенов Это Все Гораздо Лучше ЦЛГ Заходит И Лейт У них Сильнее Чем У ТСМ Просто Надо Продержаться Еще Где-то Десять Минут Даже Больше На самом Деле 12000 Отставания На 35 Давайте Не будем Своими Сомневыми Правилами Не Апеллировать 12 Минут Команде ЦЛГ Надо Продержаться И У них Будет Сильнее Сетап Падди Бонис Говорит Друг Я же С тобой Знаком Уже Давно Поверь Мне Я Не Вру Рейнман Это Ты По-моему Такие Наркоманские Слова Только Он Мог Написать Особенно Что Он Знаком Со Мно И Он Не Врет А Не Не Только Он Кстати Как Того Парня Звали Который Тоже Зандедов Играл Это Ты Не Он Сейчас Так Нельзя Спрашивать Это Ты Он Скаж Это Я И Что Я Буду Делать Как Жен Звали Был Такой Тоже Паренек С Таркоман Скими Сообщениями В Варкрафте Играли Мы В Клубе Там У нас Хаузер Хорошо Так Андершана Продавил Сломал Вышку И В этот Момент Вышку На Миде ТСМ Ломают Мне кажется Леви Уже Спит По Голосу Чувствуется Не Ну Так Я Устал Уже За Сегодня Это Понятно Сегодня Еще Такие Игры Были Которые Сверх Эмоциональные И Завтра Надо Корею Я Уже Мысленно Готовлю Сказ Потому Что Корею Будем Зат Комментировать Тесы Мы Продавили Чуть Как-то Вообще Без Боя Команда ЦЛГ Сражаться Собираетесь ЦЛГ Или Так Будем Все Отдавать С Тиксей Прыгает Дает Автоатаки По Хаузеру Но Мало Здоровья Остается У Хаузера Но С Тиксей Не Хватило Урона Это Минус Треть Ингибитор ЦЛГ Как будто Не хотят Пока все Пять игроков Не будут Рядом Не хотят Ничего Вообще Делать Ну Ладно Скорее В Сколько В 11 Утро По Москве Ну И По Моим Часам Тоже А По Моим Час Сейчас Два Пол Третья Так Что Надо Спать После Этой И Не Досмотрим Мы С И Флайквест Пропустим Но Ничего Я их Потом Повторю Посмотрю Если Там Было Что Интересное Я вам Расскажу В Ф Ф Ф Ф Ф Прожимает Ульту Остается В Живых Реновер Прячется В своей Собственной Ульте Но Потом Из Нее Выфлешивается И С С С Не Хватает Урона Он Пытается Ворваться Но Все Очень Плохо Не Доигрывает Очень Сильный Силог Свой Собственный Сетап У них Был Талия Которая Могла Делать Отрезание Врагам Зарабатывает Стикса Один Килл Пытается Убить Грига Стреляет По нему Прыгает Грига И Матч На этом Заканчивается Слабо Слабо Очень Слабо Отыграли Силог Чувствуется Что у них Потеря Идеи Где-то В середине Матча Идет Начинает Даже, наверное, раньше Что это такое Что это за Аноу Мотивейшн Ти Сэм Ти Сэм Вау Ти Сэм Вперед В Россию Ура Слава Украине Ти Сэм Дихлофос Зарешал Кстати, да Пока они Не встретили Элизу Пока я парень С дихлофос Не пробежался Слг Выглядели Бодрячком Часом Ти Сум Мне кажется, они не дружат С кем? С головой Любопытно Была одна игра Тогда играла команда Феникс Ван, по-моему Это были не Клауд Найны Я просто помню, что это Метеус рассказывал Поэтому Не могу сейчас помнить, в какой команде это было Ладно, пусть просто будет Метеус и какая-то команда И вот Метеус и какая-то команда Выигрывали встречу А потом произошла пауза И во время этой паузы Пошел шум Кто-то случайно Перенаправил звук Наушников Этой всей команды Которой был Метеус С белым шумом Пауза продлилась 15 минут Белый шум Все эти 15 минут Им жужжал в уши Они попытались снять наушники Но судья сказал Что нельзя снимать наушники Чтобы они одели их Они говорят У нас тут белый шум Мы как бы, блин Голова начинает болеть Он говорит Я ничего сделать не могу Я тоже это слышу Поэтому Я должен вас подслушивать Типа Оденьте наушники И все И они 15 минут Сидели в паузе А после этого Метеус сказал Что они с командой Просто вообще не понимают Что происходит Они как в тумане играли И просто матч закончился Не в их пользу Ну там где-то Первые 25 минут Матча прошло Лидерство было там 4000 А потом бах И они просто проиграли Игром на 35 минуте За 10 минут И стампанули Самое интересное Что у противников Белого шума Не было в ушах Такие дела Ну это просто было Однажды Но Риут Насколько я понял Теперь Подкорректировали правила Если хоть какие-то Проблемы у игрока возникают Они теперь в туалет Могут уходить И так далее Раньше даже в туалет Нельзя было уходить Это было в пятом сезоне Так что это наверное Он был в команде Клауд Найн В том матче Ну ладно Идем на перерыв После перерыва Спать кстати идем Почему на перерыв Да Спасибо ребят Всем кто пришел Большое спасибо Тем кто поддерживал канал Завтра в 11 У нас Корея это важнее Все же это важнее Джинджи против команды Африка Фрикс Будем смотреть